Игральный пункт. Бросаем и записываем, сколько очков выпало. Равновероятно, может выпасть любое число от 0 до 6. Все варианты. Как только выпало больше, чем, например, 12 очков, это чтобы легче было считать, на самом деле можно любое число показать, как только выпало больше, чем 12 очков, мы это число записываем и говорим, что в этой серии остановились на таком-то числе. То есть можем оставить на числе 13, можем оставить на числе 14 и так далее. Понятно, что остановиться на числе 18 мы, в принципе, можем. А вот на числе 19 или больше уже не можем. Как только получили больше 12, так останавливаемся. 12, это еще продолжаем играть. Как только набрали больше 12, останавливаемся. Значит, с какой-то вероятностью мы получаем 13, с какой-то вероятностью 14, с какой-то вероятностью 15, да? Другие варианты невозможны. Задача. Скажите, пожалуйста, какое из этих чисел самое большое, а какое самое маленькое? И еще лучшее. Можете ли вы вообще-то посчитать число? Ну, посчитать, может быть, это тяжело, а вот сказать, какое самое большое, это... Вероятности. Да. Как понять, число мы бросаем? В прямом смысле. У вас есть вероятность на экран. Если вы будете заниматься этим миллиард лет, то у вас в определенном проценте случаев выпадет 13, в другом игре 14, а в каком-то выпадет 18. А нужно решать... Надо найти эти вероятности. Или так, для начала понять, какая из них больше, а какая меньше. 13 самая большая. Самая маленькая, я в ней 15, потому что это только из 12. Ну, вот кто может это строго доказать? Что самая большая вероятность это у 13, а самая маленькая у 17. Да. У нее 13 может получиться большим количеством раз, с наибольшим количеством раз, сочетание, которое у меня самая большая вероятность. Строго. А вообще, большая вероятность будет закончить группу именно на 13. Это правда. Надо тебе это доказать. Можем попасть на числа от 13 до 14, с чисел от 7 до 12. Да. С 7, с вероятностью 1,6 мы попадаем на 13. Да. С 8, с вероятностью 1,6 на 13, с вероятностью 1,6 на 14. Да. С 9, с вероятностью 1,6 на 13, с вероятностью 1,6 на 14, и с такой же на 15. Да, а что? И так далее. Да, а что? Ну, на 18 мы под... Отсюда все. Ну, вообще, да. Ребята, давайте, поскольку это все это название важное, давайте я аккуратно выпишу все эти формулы. Смотрите, для того, чтобы решить эту задачу, надо было понять следующее, что вообще-то нас интересуют числа до 13, а именно 12, 11, 10, 9, 8, 7. Смотрите, ребята, если вероятность получить во время этой игры число 7, мы обозначим какой-то буквы А, вероятность получить 8 буквы В, соответственно, дальше вот введем такие числа, Кажется естественным, что вероятность получить число 13, это вот что такое. Это вероятность дойти до 7, то есть А, и сделать один шаг. А один шаг делайте с вероятностью 1 шестая. Плюс дойти до восьмерки и сделать один шаг, дойти до девятки, дойти до десятки, до одиннадцати, или до двенадцати. Пишем вероятности для тренадцати и для четырнадцати. На четырнадцать с точки А уже не попадешь. Только с других точек. Получается у нас каждая самая сумма, только на одно строгаемое меньше. Посмотрите внимательно, вы поймете, что для пятнадцати будет еще на одно строгаемое меньше. Да что? А так все числа положительные? Конечно! Поскольку все числа положительные, то значит верхняя сумма больше. Теперь вопрос. Почему я сказал, что понять, какая больше, какая меньше, очень легко, а найти их тяжело? Наверное, вы понимаете. Потому что на самом деле, для того, чтобы найти вероятность, скажем, попасть вот сюда, вы должны перебрать довольно много вариантов. Видите, как можно попасть на семерку? Один и шесть, понимаете, да? Или два и пять. Или бывают даже похитрее варианты. Один, три и три, да? Огромное количество вариантов, каждого из них там свыла. Твоя вероятность и так далее. То есть это уже скорее все-таки на компьютере. Но понять, какая вероятность больше, какая меньше, вполне реально без компьютера.